Приветище! А чё это я так дрожу? О, перестал. Это Клопковые истории. Наше будущее в наших ногах. Мы продолжаем вспоминать то, что с нами случилось, то, что у нас отобрали. В прошлой серии мы спели песню Китуалов. Они спустились к нам с небес и поговорили. Рассказали много, очень много, 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 много интересного. Если не смотрел, то посмотрел. Обязательно не буду всё это перечислять. Короче, мы получили от Китуала мутацию, которая ничего нам не даёт, никакой способности. Просто ноги за гагулинки. Нам таких мутаций нужно найти ещё две. И сегодня, надеюсь, что мы это сделаем. Let's go! Мне нужен мой самый быстрый трибунчик. Пухляш, беспредел! Скорость не отограничал. Прибыли до точки! А здесь снова трубогрызы. И снова маяк. Только этот статичный, а там он передвижность. Ты куда ты покатился? Достигнув этой новой области, трибумы с радостью увидели две высокие башни. Это было очень кстати. Ведь теперь они могли выполнить обещания, данные Китуалам. Но что-то было не так. Что-то противоестественное было в этих животных. Возможно ли, что Вечный Цилиндр знал о планах трибумов и пытался остановить их? Я добрался до первой башни, но тут капец какой-то происходит. И посмотрите, два баблгамма разносят меня просто вообще. Их тут дофига вообще, ещё и третий. Быстро-быстро-быстро сюда запрыгиваем и нафигу. Поднимай, поднимай лифт вверх, вверх. Чё стоим? Чё ждём? Ну же, ну же, наконец-то, наконец-то. Я правда не тем Китуалам, а трибумам поднимаюсь. У этого-то нет песни. Если вы утратили мутацию, мастер-песни, вы можете снова получить её, вызвав взрыв внутри грызотруб. А-а-а, их же взрывать можно. Реально, а чё я до этого не додумался тогда? Так, Пивун, Пивун, где ты? Пивун, иди сюда. Э, Басков, да чёрт не успел. Всё, Басков сел, сейчас будет петь. Поехали. Ну, кому тут оперу? Змеи, давайте, спускайтесь, поболтать надо. Нужна ваша помощь. О, ты прям через камень лезешь? Приятно, что вы так спешите к нам. Хлобыщ. Вот это да. Вот это да. Китуал нанёс свой могучий удар. Фрагмент открылся. Готовый обрести хозяина. Ну, побежали. После этого ещё только один. Ну, в смысле, ещё один фрагмент остался. Пойдём, сейчас мы его заберём. Где же мой фрагмент? Ну, это не мой, это китуаловский фрагментик. Главное, это всё потом не просрать. Можно было бы где-нибудь оставить? А, ну да, мы же можем сохранить в камне воскрешение этого китуальчика. Его никто тогда не тронет. Но, блин, тут нету камня воскрешения, по-моему. Сейчас посмотрю. Ну да, тут нету камня воскрешения. Разбиваем, значит, мутацию. Посмотрим, что там. О, какая странная штука. Сидим. А, это мы хобот получили. Сейчас будет необычный хобот. О, закодированный фрагмент истории китуалов. Что этот хобот делает, непонятно. Возможно, ничего. Это просто мутация. А теперь, а теперь я беру своего бомбалейлу. А где бомбалейла? Я не понял. Эй. Вот он, вот он, мой комбинатор. Мы сейчас сделаем снарядики и пойдём бомбить грызотрубов. Вот ещё одна башня. Но проблема в том, что её охраняют глаза. Ух ты. А там грибочек есть. Погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. Грибочек. Я хочу на него прыгнуть. Прям очень хочу. О, тут подрывники. Подрывники. Кажется, я понял. Значит, берём колобка. Берём вот эти подрывники. Вот. Отсюда прямо ему в рот можно залететь. Восемь секунд. Нам нужно будет сейчас туда запрыгнуть. Пять, четыре, три, два. Прям туда залетел. Ну же. Бабах. И что произошло? Он слёг и его убил. Ага. Вот эту штуку я забираю. И сразу же её защищаю. Дерево мутаций. Блин, пятнадцать гристаллов. О, мой гар был. Ну, мне вот честно, интересно. Если я попробую комбинатором в него пульнуть вон туда внутрь. Чёрт не достал. Надо прыгать к нему внутрь. А вот сейчас момент. Момент настал. Запрыгиваем. Опа-да. Бабах. И у него сразу глаза закатываются. Всё у нас. Два сердца. Можно и три достать. Все вылазим с этих кислотных. Вот. Вы что? Вы же там перевариваетесь. Так. Комбинатор. Вот тут есть возможность в него запульнуть. Прям хорошенечко так. Всё. Он подошёл. Значит, я пуляю в него снаряд. Давай. Пуляй. И вот это тоже запульни. Ооо. Сработало. Фигаси. Короче, можно и без подрывашки, короче, бомбить их. Ну, прикольно, прикольно, прикольно. Всё, у нас три сердца. Пойдём теперь бомбить вон то лицо. Здесь куча слезняков. Они поломали лифты. Вы шо? Я тебя сейчас напержу. Я тебя сейчас подорву. Так подорву, что ты потом опердишься. Лови снаряд. Перди погромче. И поогневисти. Бах. О, подорвался. Чёрт, как далеко я укатился. А чё с него выпало, интересно? Давай посмотрим. Нифига с него не выпало. Куча газа только выпало. Ладно. А здесь работает? Да, здесь один лифт работает. А здесь? И здесь тоже работает. Отлично. Запрыгиваем, значит, сюда. Опаньте. Только вверх, только вверх. Поднимите меня вверх. Ладно, Рэмбо у нас будет певцом. Потому что Василия я чуть не нашёл. Он куда-то спрятался. Видимо, не хочет петь. Погнали. Нет. Сейчас будет битва титанов, походу, да? Смотри-ка, у него уже бочина заросла. Куда мы стреляли в прошлый раз. Оу, капец. Вот так вот их и убивает, наверное. Он сейчас обвалится. Давай, разбивай. Могучего китаала, низвергли. Это конец? Всё было напрасно? Так им казалось. Но вот во тьме забрежил тонкий лучик света. В мире, где сражались титаны и дрались монстры, лишь самый маленький, незначительный герой мог изменить судьбу вселенной. Точно, вон там он всё-таки пробил дыру. И мы можем туда залезть. Ого-го-го. Математик ушёл? Да, он скрылся. Ну что ж. Пойдём. Пойдём, пойдём, пойдём забирать. Смотри-ка, тут как раз есть гейзер. Мы сейчас при помощи него взлетим. А, там прямо возле лица ещё гейзер есть. Ну, полетели. С того гейзера тогда залетим. Всё, я почти, я почти на вершине. Этой статуи. Сейчас заберусь внутрь. А как вылазить оттуда, я, конечно, вообще не представляю. Какая там темень. Ужас. Иногда действия даже самых маленьких существ, когда они объединяются, могут изменить будущее. Когда всё вокруг сломано, выживают лишь те, кто может спрятаться в трещинах. Войти. Я в трещине, я внутри. Нифига себе. О, вот это да. Ладно, давай потихонечку спускаться. Тут прям как в храме, где старейшины трибумов сидят. Ой, что это? Что это было такое? Там кто-то внизу ехать? Непонятно. Я вижу кучу грибов, которые, возможно, нам помогут выбраться. И куча подрывашки. Тут сейчас битва с боссом, наверное, будет. Раз куча подрывашек. Ладно. Я буду играть за своего колобка. Или, может быть, за комбинатора. Ну, не знаю. Ладно, давай спустимся вниз. Сейчас посмотрим, что там. Чеково. Чекирял. Эй, а, ну да, вон, смотри. Вот это вот тело. Это же объединитель. И здесь он. Я, если честно, боюсь к нему подходить. Там он как? Ага, ожил. Ладно, давай, сейчас сожжем. Трибумы уже сражались с этим созданием. И победили его. И они были готовы сделать это вновь. За самих себя. За китуалов. И за будущее. Сейчас, сейчас, сейчас. Подрываемся. На тебя. Есть подрыв один. Давай, близко к нему не будем подходить. Так, давай, сейчас с камнями начнем его пулять. Ну-ка. Давай. Опа-на. Еее. Есть контакт. Теперь щемимся. Еще можем его так подорвать. Ну-ка, ну-ка. Главное, убегай, убегай. Он сейчас нас оттолкнет. Есть. Взорвали. Ага. Мы его уничтожили. Фу, как быстро. Фу, какой ты легко отнято был. Иди. А, вот с него что-то упало, гляди-ка. Он же охранял эту фигню. Последнюю. Сейчас мы и заберем. Единственное, все прошлые мутации у нас китуаловские. Вот у этого чувака были. Лабиринтика Василия. Их все скоммуниздили. Храбрые трибуны. Мы благодарим вас за мужество. Мы давно потеряли надежду и жили лишь ярость. Теперь мы с трепетом взираем на наше прошлое и будущее, сохраненные в теле такого маленького существа. Когда вы будете готовы, пусть трибум, несущий все три мутации китуала, призовет нас. И мы поднимем вас на судно, за которое вы так храбро сражались. О, да, о, да, о, да, о, да. Но убедитесь, что вы готовы. Ведь мы не сможем вернуть вас обратно на эту землю. Хорошо, 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 хорошо. Значит, что я хочу? Трибум им удалось вернуть утерянное воспоминание. Теперь голос велел им двигаться дальше. Найти китуала и восстановить древнюю дружбу, которая когда-то была достоянием этого мира. Хорошо, сейчас я гранат понаделаю. Ну ладно, в принципе, я думаю, что я готов. Погнали наверх. Все, полетели отсюда. Мы выбрались. Мы здесь. Теперь осталось дойти до следующей точки, призвать китуала. И, собственно, бежать наверх. Где эта летающая фигня-то? Вон она. Вон она, летающая платформа. Нам нужно именно туда. Соответственно, бежать мы можем либо к той стелле, либо к этой. Даже не знаю, куда. Но пойдем налево. Последний шажок для человечества. И такой маленький. А, не, и такой большой для трибумов. Да, по-моему, так. Нормально. Все, сейчас мы быстренько бежим. Прыгаем. Катимся. И входим в стеллу. А дальше будем уже летать. Нас китуалы должны подбросить наверх. И будет нам счастье. Королевское. И победим мы, наконец-то, цилиндр. Надеюсь на это. Трибумы почуяли. Где-то поблизости находилось другое сооружение. Как то, что они использовали, чтобы призвать китуала в глубинах ледяной тундры. И поэтому трибумы знали. Финал уже близок. Это я понимаю, что финал близко. Ну шо, пацанчики, девчаточки. Мы банда. Погнали. Сейчас будем решать наше будущее в наших ножичках и хоботках. А, песенку спеть. Так, Рэмбо, иди сюда. Ну, чтоб ты спел. Запрыгивай. Вы уверены, что хотите позвать китуалов? Это единственные члены семьи, которые отправят в летучий дворец. Если есть кто-то еще, вы их покинете. Ну, в смысле, вот банда у меня сейчас какая есть. Вот с этой бандой я и улечу наверх. Как так случилось, что Рэмбо стал у нас петь? Ну ладно, погнали. О, все, у нас тело китуала полностью собралось. Смотрим, как нас сейчас будут поднимать наверх. Снова в кишках у китуала. Хы. Ну, пойдем, пойдем, пойдем. Он сейчас поднимется наверх, и потом нас снова выплюнет. Нас осталось так мало. Возможно, завтра или через сотни лет китуалы исчезнут. И от нас останется лишь память в ваших телах. А может быть, свершится чудо. Наш народ возродился, и наши дети будут нести ваших детей по небу. Был бы прикольно. Как у него здесь кристаллически все. Мы не знаем, какое будущее ждет нас. Все, что мы имеем, это настоящий момент. И сегодня мы можем просить вас лишь об одном. Спойте нам. Давай, чебис, бэ, бро. Мы вам и так уже три песни спели. Или больше уже. А где этот проход-то, случайно? Или выход? Мы что ищем-то? Мы что-то прямо глубоко-глубоко в кишки куда-то забираемся. Нам точно туда? Спойте о том, кем мы были. О том, что видели наши глаза в те дни, когда три бун и тупоалы жили вместе под одними звездами. Ой, кажется, это задний проход. Мы выходим через проход задний. Ну вот. Мы наверху. Мы на платформе. Да вы что? Вон там лицо вижу. Сейчас нас плюнут, походу. Как он взлетел-то сюда взмыл? Нет, все-таки через рот нас обратно выплюнули. Ух ты, сколько китуалов-то тут. Все, нас выплюнули. Мы здесь. Вся банда в сборе. Но одному тут было бы вообще, конечно, очково. А так нас куча, поэтому мы банда, мы со всем справимся. Че, куда нам? Встать в центр и спеть? Наверное. Я стою в центре. Как ты сюда залез? Ты не умеешь летать. Как же ты меня бесишь. Че, нам к нему надо внутрь попасть? Бежим, ребята, бежим отсюда. Бежим, 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 бежим. Я не понимаю, что он делает и как нам защититься. В луч может как-то спрятаться? Сколько тут кристаллов. Тебе обязательно нужно выжить. Защити воспоминания. Просто останься в живых. Китуалы помогут тебе. Ну хорошо, хорошо. Сейчас я только... О, нифига себе. Как он нам ужахнул. Красавчик. Я просто буду собирать и убегать. Он нас поджаривает и нам плохо от этого. Бежим, 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 бежим. Черт. Мутацию забрал. Здоровье, здоровье. Так, у пухляша есть. Есть здоровье пополнить. Хаваем. Че, кто-нибудь даст ему? О, красава, вообще. Как боженька зарядил. Ой, а это что такое? Он солнце делает? Как ты это делаешь? Вообще. Он как создатель. Еще ему дали. Солнце куда-то улетело. А, ну солнце в виде этого. Слуги. Он будет сейчас у нас забирать наши способности. Но они у нас защищены. Ха-ха-ха. Не так-то все просто. Ты у нас ничего не отберешь, кроме способности пения. Убегаем в другую сторону. Бежим, бежим, бежим. Как так-то? У тебя что там где-то реактивы? О, у него трещина. А, она, по-моему, была. Трещина дала. Из нее статуи вылазить, видишь? Че ты на меня смотришь? О, сейчас тут будет подрывашка конкретная. Убегаем. Убегаем, убегаем. Он нас ногами топчет. Негодяй. Хорошо, что у меня скоростной трибунчик. Бежим сюда, ребятки. Выносливость у нас на фуле. Еще чуть-чуть. Держись. Я держусь, как могу. Я его закручиваю, чтобы у него башка закружилась. А можно между ног пробежать? Вот так вот, смотри. Опа. А, он стреляет, когда я между ног у него бегу. Негодяй. Черт меня засасывает, засасывает, ребята. Так, я за зумбу играю. О, его расплющило. Короче, нельзя попадаться в эти огоньки. Тева, прости нас. Мы все просрали. На самом деле не все. Колобок вздыхает. Блин, Колобок. Нет, он так и не дошел до финала. Давай шандарахни его током. За всех, за Колобка, и за Тева. И за Китуалов. Ё-моё, чё тут происходит? Всё, математику хана, точно уже. Нам снова внутрь надо залезть, да? Порешать там вопросики? Так, самое главное, что вот этот чувачок жив. Самое главное. Единственное, что у него ноги отобрали. Но это, по-моему, не так важно. Чё, всё, спасибо, Киту. Ты жив? Ты же жив? Ну да, вроде он жив. Он просто тело... А, нет, один... Блин, жалко как. Один Китуал погиб. Другой жив, наблюдает. Ладно, я пошёл. Я обещаю, что зарешаю. Ради нас всех. Мы снова в цилиндре. Смотри, вдалеке человек идёт? Или стоит? Как тут всё кардинально изменилось. Такое ощущение, что цилиндр катится, да? Он так немножечко подраскалён. Да, человек идёт прямо к нам. Он так уверенно шагает. А мы шагаем ему навстречу. Что же это за тень? Чё, неужели мы когда-то были людьми? А сейчас мы вот такие вот немощные трибунчики. Привет. Ха. Смотри, когда я останавливаюсь, и он останавливается. Когда я иду, и он идёт. Что, мы должны тебя насквозь пройти? Спасибо вам, молодые друзья. Вы сделали то, на что не удалось тысячам цивилизаций до вас. Вы показали, что цилиндр не идеален. Он пока не проиграл свою войну, но точно проиграл сражение, чего раньше не случалось. Мне хотелось бы ещё многое вам сказать, но от меня осталось слишком мало, а у меня есть одно последнее желание. Простите меня за то, что я поместил себя в ваши воспоминания, и за то, что так скоро покидаюсь. Да ладно, чё-то. Это создатель, по всей видимости? Ого. Нам сюда надо войти, да? Нифига себе. Короче, По всей видимости, этот мир создал человек. И цилиндра создал, и трибумов создал. Входим. Мы там договорились, всё ништяк. Кстати, вот этот трибум, это не наш трибум. Сейчас. Он такую позу принял вначале, типа, давай поболтаем, порешаем. Договоримся. А, упал. Прям дико интересно, как же он смог туда допрыгнуть, если тут такая высота. Что за матрица сейчас началась? Как Нео приземлился. Как Супермен. Чё, он дойдёт? Нет, до цилиндра. Чё-то как-то ему плохенько уже немного. Он разозлился. Очень разозлился. Он взял и взорвал весь мир. О-о-о-о, гляди. Он взорвал себя и цилиндр. А цилиндр внутри оказался таким полом и с лабиринтом внутри. О-о-о, это же старейшина. И похоже, он рассказывает то, что было в прошлом новому поколению. Детишкам. Как-то мило. Возможно, этот старейшин один из моих трибумчиков. В общем, трибумов стало намного больше. Они разбились на кланы. Появилось больше старейшин. И все передавали из уст в уста историю о маленьких храбрых трибумов, которые предотвратили погибель этого мира. Ну и, конечно же, о китуалах, которые остались в наших воспоминаниях. Надеюсь, они ещё, кстати, существуют. Ну что, это финал. Вот так вот всё и закончилось. Мы смогли сохранить воспоминания о китуалах, о своих старейшинах и узнали, что голос в нашей голове это было тоже чьё-то воспоминание. И, скорее всего, это воспоминание человека. Возможно, создателя всего живого в этом мире. Детская площадочка для детишек. Забавно. А вот и цилиндр снова. Блин, ты посмотри, какой он лабиристический. Трибумы, бывшие не самыми сильными, не самыми быстрыми, не обладающие острыми зубами, ушли от вечного цилиндра. Они не стали одним, они упрямо остались многими. Они научились быть верными не только самим себе, но и другим. Их великая победа над неизбежным была победой поколений. Победой старейшин, китуалов, моего собственного народа, чьё название я не могу вспомнить. То чувство оставляет меня, развеивается. И, несмотря на то, что когда-нибудь цилиндр может продолжить своё разрушительное движение, я знаю, что был частью этой семьи, пусть ненадолго. и это даёт мне надежду. Занавес, титры. Вот теперь точно финал. Я думаю, что эта игруха заслуживает твоего лайка и подписки, если ты ещё не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых игрушек. Ну а на сегодня это всё. Увидимся в следующих роликах. До встречи!